Завершилась короткая программа в соревновании девушек на пятом этапе Кубка России. Давайте вкратце подведем итоги. Не всех удалось увидеть по сравнению со взрослой дисциплиной. Участниц здесь прилично много и это очень хорошо. Но давайте затронем тех, кто попался на глаза. Елизавета Осокина. Опять самая главная проблема – это выражение лица. Программа об одном, а Лиза показывает совершенно другое. Как будто бы она вообще не на льду, а где-то в другом месте. То есть выбрана такая веселая музыка, программа веселая, а Лиза где-то там летает с совершенно непонятным выражением лица. И так всю программу. То есть зачем такое ставить, если фигуристка не может показать это настроение, если у нее большие проблемы с презентацией. Более того, катание само по себе и хореография, с одной стороны это все быстро, в хорошем темпе и это здорово. Но с другой стороны, нужно еще уметь это показывать. А когда ты просто быстро машешь руками, изображая мельницу, в этом ничего хорошего нет. И вот все ее катание, такое суетное, неряшливое, как будто бы она куда-то торопится. Нету никакой эстетики в движениях, но вы хоть соотносите, что фигуристка может откатать и показать с тем, что вы ставите. А в целом, что касается прыжков и именно скорости в катании, с этим все хорошо. Алина Горбачеву. Совершенно замечательное платье. Также нужно работать над презентацией. У девочки всегда такой испуганный взгляд. На протяжении всех программ, не важно, что катает, грусть или радость. Но, к сожалению, пока видно, она не готова к таким прыжкам. Пока нету стабильности. Но вот этих зубцевых, отсюда все эти ошибки. Особенно, если говорить о каскадах. А в целом, общее впечатление, вот это ее замечательное платье, музыка выбранная, сама программа, да и катание. Вот в целом, все это смотрелось очаровательно. Но презентацию нужно исправлять, нужно учиться показывать эмоции, ну и начинать стабильно прыгать луцефлип. Уже пора. Камила Нелюбова. Я с удивлением обнаружил, что она теперь также тренируется у Сонечки Фетченко, а была же у Урманова недавно. Что касается Камилы, вот здесь презентации полный порядок. Начало программы было совершенно очаровательное, прыжки очень неплохие. Единственное, конечно, обидно за вращение, да и остальные она не так хорошо делала. Ну и, собственно, дорожка шагов. Там прям была какая-то совсем суета. Да, шалобода. Вообще, внешне, вот мы недавно говорили о парном катании, можно прям провести параллели. Там тоже есть некоторые пары, которые на льду выглядят очень прям хорошо, а вот дальше дело не идет. И то же самое в случае Даши. Прыжки сами по себе хорошие, вращение. Сама Даша неплохую скорость набирает. Однако прям чувствуется недостаток мастерства, особенно на дорожке шагов. Там вот этот весь запал, вся вот эта уверенность, мощь и скорость, это будто бы скрывается за углом и остается просто Даша, которая неуверенно делает шаги. И такой контраст, конечно, это не здорово. Также на протяжении всей программы то ей веришь, то нет. Именно из-за того, что есть пока недостаток мастерства. Полина плохотная. Но здесь, к сожалению, очень грустно. Кому интересно, я почти два года назад делал видео о Полине, тогда ей 10 лет было, получается. Она два года назад прыгала абсолютно то же самое. И абсолютно точно так же каталась. Конечно, хочется верить, что в этом сезоне хотя бы стабильность появилась, потому что это был главный ее недостаток. Но в остальном абсолютно нету прогресса. Я два года назад говорил, что нужно идти дальше. А если ты выбираешь оставаться там, где ты есть, то о каком прогрессе можно говорить? В итоге, что два года назад прыгала тулуп-тулуп, что сейчас? Прыжки у нее до сих пор такие же высокие, классные. Сама по себе девочка безумно очаровательная. Музыкальная, музыкальная, артистичная. Но уже два года назад нужно было идти дальше. А сейчас, как мы видим, это время просто-напросто ушло впустую. За два года она просто подросла еще, а в остальном все тоже никакого прогресса. Но обидно за вот этот потенциал. Такое очарование и стоит на месте. Что тут говорить, если нету амбиций? Вероника Жилина. На самом деле я себя почувствовал уже в двухсоттысячный раз ясновидящим, потому что перед началом программы, когда я думал о том, как Вероника Жилина откатает, у меня перед глазами виднелась цифра 77. Ну вот что это такое? Просто бред, я уже сам себя пугаю. Ну вообще, конечно, удивило. Я не знал, что у нее тройной аксель есть. Я видел попытку тройного акселя ее сестры, который был пониженный, Алены. А то, что у Вероника Жилина еще прыгает тройной аксель, вот это одновременно удивительно и здорово. И главное, все было достаточно уверенно. Однако, что касается всего остального, ну взять ту же Сашу Трусову, когда она была в этом возрасте, но она настолько детских ошибок не совершала. А тут Вероника то там споткнулась, то здесь, и за это ей дают почти 32 по компонентам. Пускай не жалко, но все равно разница в уровне катания должна подчеркиваться, что в мужской дисциплине был один Петя Гуменник, а остальным непонятно с чего нарисовали такие компоненты. Ну куда это годится? Поэтому в целом единственное, чем Вероника порадовала, это вот своим каскадом. И самое главное, самой программы не было видно. Но надо сказать, что платье красивое. Ну а что касается Аделии Петросяной, Сони Самоделкиной, о них мы уже отдельно поговорили. Сони Самоделкина, улучшить владение коньком, и тогда это будет полный восторг. А Аделии Петросян надо как-то стабилизировать прыжки и сами программы ставить получше. А в остальном тоже все здорово. Ну а лучший прокат сегодня, пожалуй, был именно у Сони Самоделкиной. Там была и программа, и музыкальность, и шикарный каскад. Единственное, дорожку шагов получше делать, и тогда прям будет красота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова